Продолжение следует... Всех приветствую! 14 октября, 7 утра по московскому времени. С вами Евгений Каташов, FXO Trader. Мы на платформе ВК-видео. Прямой эфир, запись, рутуб, дзен. И на ютуб будет выложено. Все смотрите, кому где удобно, кому где интересно. Поехали! Комплексная аналитика, зона объема, опционы, толпа техника. По маржинальным зонам определяем тренды, определяем тенденции. Затем с помощью доп-сигналов с других объективных рынков будем искать точки входа и смотреть, какими рисками работать. Поехали! Будем в процессе все смотреть. Итак, по тенденциям. По евро тенденция шортовая. Очень классно удержали зону 1,4. Будем сейчас выставлять лимитную позицию. По британскому фунту тенденция в шорт. По ауди разнонаправленность тенденции. Ничего не изменилось с пятницы. По новозелу. Разнонаправленность тенденций. К сожалению, внутридневная слабенькая. Еще и текст лом. Поглядим, что можно сделать. По йене маржинальный тренд в лонг. По Канаде маржинальный тренд в лонг. Швейцарский франк маржинальный тренд в лонг. Разнонаправленность по мексиканцу. Но тоже внутридневная слабенькая. Далее. По золоту маржинальный тренд в шорт. Полная коррекция уже есть. Если появится точка входа, будем заходить. Смена тренда по серебру. Не удержали зону 1,2. С сегодняшнего дня маржинальный лонг. Раз, два, три, четыре подряд уже смены тренда. Точка входа была у нас... Были вообще точки входа вот здесь, да? Но мы в таком глобальном долгосрочном флете. Но в рамках среднесрока сегодня, если что-то делать, то только покупки. Далее. По нефти маржинальный лонг. Снп в лонг. Насдак в лонг. Доунджонс маржинальный тренд в лонг. С направлениями понятно. Поехали, поищем точки входа. Не забываем про акция компания FreshForex. Любое пополнение счета мне скриншот. И вы участвуете в розыгрыше софтов. Хоть 10, хоть 50, хоть 100 долларов. Ну и при пополнении от 1000 долларов. Любой софт на 3 месяца. Плюс акции кэшбэки, которые есть. Я рекомендую всем подключать кэшбэк. Это одна из моих любимых акций. Но возможно кому-то будут интересны другие плюхи и акции, которые есть в компании FreshForex. Смотрите в описании. Выбирайте. Если кто-то не может получить доступ на страницу компании FreshForex. Знаете, проблемы в России есть. И многие компании меняют доменное имя. И вы на другой сайт перенаправляетесь, если найдете этот самый сайт. Сейчас же компания FreshForex выдает всем пользователям VPN-чик. В личку ко мне обращаетесь. И я вам бесплатный VPN с вашим бесплатным ключом выдам. И вы сможете спокойно заходить на страницу. Да и в принципе любой другой сайт можете использовать. Но вообще это предусмотрено для клиентов компании FreshForex. Так, перед началом, перед поиском точек входа еще один момент. Ребята, в описании есть. Да, уже намекал на той неделе. Сейчас идет два пула. И вот этот классный пул идет. В принципе здорово. Послезавтра он уже закончится. Но вот еще один пул, на который всем рекомендую подцепиться. Я не думаю, что он будет таким же классным как Этс. Но хотя почему нет. В общем, с сегодняшнего дня, через 7 часов 55 минут, вносим денежку. И вам халява капает. Халява всегда хорошо. Все, поехали. Итак, по евро. Точка входа. У нас идеальная точка входа. Это уровень Депок. Это уровень Депок. То есть котировка. Давайте мы ее точно посмотрим. Так. 0,9 427. Это идеальная точка входа. Стопик. Ну, сразу же нужно перейти на данные по толпе. Ребята, обновление вышло индикаторов по толпе. У всех сегодня должна выскочить такая планшеточка. Перезагрузите просто терминал. Видите, тут цвета поменялись. Ну, в общем, я потом буду перенастраивать. Вышло обновление всех индикаторов. Так вот, смотрите. Видите, вот эти стопы максимум. Они как раз вот за этими и вот за этими максимумами находятся. И здесь их много. Поэтому я все-таки рекомендую свой стопик поставить. Ну, по котировке 0,952. Не вытаскивать вот за этим экстремы. 0,952. Нормальный стоп-лосс. Это значит наш стопик буквально 10 пунктов. Первый тейк. Соотношение 1 к 4. Далее у нас, опять же, по идеальному, если по идеальной точке входа говорить. Соотношение 1 к 10 и самый дальний тейк. Соотношение 1 к 20. Можно рискнуть. Минимальным риском я сюда лимитку с указанными соотношениями выставляю. Если выбьет. Сейчас поговорим по поводу того, каким риском. Если выбьет, ну, значит выбило. Но я свой объем разделю, ну, скажем так, на две части. Первая торговая идея будет заключаться в том, чтобы пораньше немного зайти. То есть, так называемое соотношение. Вот это расстояние от места постановки стопа до тейк профита делим на три части. 51 разделить на 3. Это у нас, по-моему, 17. Да, получается мой стоп-лосс будет 17 пунктов. Это точка входа 0,9349, 0,9350. Получается, наш стопик будет 16-17 вот этих пунктов. И, соответственно, до первого тейка 1 к 2. Ну, а дальше там соотношение посмотрим. Так вот, общий риск в сделку, в такую, я буду закладывать не более чем 0,1, к сожалению, процента депозита. Потому что есть три недостатка. Отставить 0,25 риск. У нас два недостатка. Я сначала думал, информации нет. Информация есть. Вот это движение, которое было в четверг, обновили минимум после этого. Есть информация, но у нас есть удержание недельной контрольной зоны. И понедельник, тот самый момент, когда еще не начала работать американская сессия. Все-таки я по этому моменту, особенно вот прямо сейчас, утро, да, Азия еще идет. Я сокращу риск. Итого, получается, мой риск 0,25% от депозита. Как я буду с ним работать? От точки входа по соотношению 0,12 риском и от идеальной точки входа 0,12 риском. То есть здесь три лимитки, здесь три лимитки. У меня будет выставлено шесть лимитных позиций по паре евро-доллар вот с таким общим риском. Сейчас еще раз глянем данные по толпе. Так, интересно, тут в формулах ничего не поменялось? Нет, я смотрю просто уланду. Ну, здесь 50 на 50, тут никаких дополнительных недостатков нет. Ну да, все, вот таким риском я буду работать рискуем. То есть от 10 тысяч долларов я рискую 25 долларами. Но потенциальная прибыль, да, как мы помним, по дальнему входу, там вообще 1 к 10, 1 к 20 у нас есть. То есть здесь при вот таком маленьком риске можно заработать почти полтора, ближе к 2% от депозита. Это замечательнейшая идеальная сделка, в рамках которой, ну вы сами понимаете, что 2% в месяц поиметь это уже неплохо. А тут в одной сделке, рискуя вот таким минимумом, я захожу вот с таким риском. Каждый свой риск рассчитывает, конечно, самостоятельно. Я показываю вам свой риск, свой расчетный объем. Далее по британскому фунту. Вот смотрите, по идее это касание уже было, да, я об этом еще говорил в пятницу. Но я хочу увидеть все-таки вот какое-то движение повыше, но что-то мы не идем. Четвертиночку держим, вот эти уровни держат. Мы подошли в пятницу вот сюда вот несколько раз, близко к четвертинке, но мы ее не пробили. Как такового никакого нового паттерна мы здесь даже увидеть не сможем, потому что был вот такой сильный заходной импульс вниз после теста этой самой четвертинки. Ну, так, здесь, ну-ка сейчас свечи уберем. Так, вот Депок. Ребят, ну, давайте, если мы перебьем минимум сегодняшнего дня, то на откате к текущему уровню Депок 30,488, тут уже без вариации, это будет единственная точка входа. Сюда именно буду выставлять лимитную позицию на продажу. Тейки 30,102, 29,753, 28,233. Вот торговая идея, направление, есть точка входа, есть цели, есть, нужно определить место постановки, стопа. До тейка первого у нас 50 пунктов, до второго порядка 85, до третьего 235, это все по четырех знакам. Если до первого тейка у нас 50, один к двум, ну, это нужен стопик 25 пунктов, замечательно. Мы укладываемся вот с этими максимумами, которые были в пятницу. Давайте посмотрим теперь данные по толпе, по британскому фунту. Набора продавцов нет, стопики, они вот за этим максимумом, поэтому спокойно ставим свой стоп вот сюда. Все, вторая лимитка, выставляем ее. Но опять же, если по евро уже лимитку бросаем, то здесь нужно все-таки дождаться сначала обновления минимумов и потом только выставляем лимитку. Объемы не мешают, по недостаткам у нас здесь пройденный средний ход, плюс, опять же, календарь понедельник, 0,25 риск. Здесь 0,25, три тейка, стоп за максимумом пятницы, работаем по британскому фунту и рабочая живая идея. Пойдем, если сейчас вверх на обновление вот этих максимумов, идея отменяется, никаких лимиток, никаких входов, ничего не делаем. Далее, австралийский доллар против американского доллара. Здесь у нас разнонаправленность тенденций, но если в пятницу утром у нас вот эти максимумы говорили о том, что вот тут была зона 1,4 красного цвета, то обновив эти самые максимумы на американской сессии, наша зонка пододвинулась. И теперь внутридневную можно поработать. Котировка 67,183, отправная точка, после теста которой, если мы обновим максимум сегодняшнего дня, позволит выставить лимитку на объемы контракта. Идея номер один. Цель первая, максимум пятницы. Цель вторая, 67,721, это зона 1,2. Цель третья, 68,518. Контртренд. При моем максимальном риске в 1%, контртренд я работаю 0,25 максимум. Ну и плюс еще понедельник, поэтому я все-таки тоже 0,1 риском здесь зайду в позицию. Стоп за минимум паттерна, цели указал. Далее, по среднесроку. Можно ли поработать текущий диапазон выгодных цен? Да, можно, но только в лучшем случае завтра, если мы уйдем на закрытие ниже, чем зона 1,4, без обновления вот этих минимумов. Тогда завтра утром вот сюда бросаем лимитку и пытаемся вот такую идею поработать на продажу. До тейка 37, стоп 27. Один к одному, немного риски сокращаем, плюс удержание недельной зоны. Завтра календарь не будет действовать. 0,25 риском вот эту торговую идею берем. Либо риск 0,1, если мы сможем поработать с более коротким стопиком. Вот сюда его поставить. Поэтому будем работать либо 0,1, либо 0,25. Цели на продажу по среднесроку 66,921, 66,241 и 65,441. И вверх и вниз есть торговые идеи по паре ауди доллар можно поработать. Еще идея в шорт это если мы уйдем ниже недельной зоны. Здесь все. Далее навозил. По навозилу. Ждали паттерн на депок. Обращаем внимание, что изменение депок привело к реакции цены на эти самые изменения. Мы ушли наверх, поэтому здесь никакого входа в рамках среднесрока в пятницу не было. Внутри дневную сегодня не работаем, так как у нас нет удержания недельной контрольной зоны. И средний срок не работаем, так как у нас текслон. Получается текущий диапазон выгодных цен, несмотря на то, что мы имеем как и по ауди, и внутридневную, и среднесрочную торговую идею, и с технической точки зрения, вроде бы и там и там вырисовываются сейчас прям точки входа. Как на покупку, так и при выполнении доп.условий на продажу, здесь мы не работаем от слова 100%. До следующих моментов. Первое. Либо мы должны уйти выше, чем зона 1, 2. 61.289. Закрыться здесь на клиринг сегодня. И после клирингового часа, если останется закрытие здесь, с завтрашнего дня на коррекционном откате искать покупки. Либо мы должны уйти ниже, чем котировка 60.519, не обязательно с закрытием, но желательно. И тогда с завтрашнего дня на откате в новый диапазон выгодных цен, ну если это произойдет сегодня без закрытия, может быть сегодня, да, поработать вот таким образом на продаже. Как что-то из этого будет, другими словами, ждем проявления инициативы, так будем работать. Пока вне рынка новозеландца пропускаем по толпе, здесь ничего интересного, по ауди в принципе тоже ничего интересного. Идем далее, доллар, японская иена. Ну, наверное, уже текущий диапазон пропустим, потому что даже если мы сюда упадем, это будет вот здесь мощная проторговка, вряд ли у нас упадут объемы, мы уже близки к цели номер один, поэтому для покупок здесь ждем роста. Да, вроде бы все логично, но после этого мы должны увидеть откат и паттерн. Вот идея в лонг, ждем проявления инициативы, дальние цели будут у нас уже новая недельная зона. Для продаж ждем закрепа ниже 1, 2. Пока ничего не делаем, риски не считаем, никаких торговых идей. О, ту-ту-ту, начинает напрашиваться смена тенденции, много прибыльных у нас покупателей, небольшой двухсуточный набор этих самых покупателей. Не исключено, конечно, еще одно обновление максимумов, но в общем, здесь пока просто наблюдаем, сильно никуда не лезем. Доллар против Канады. Идея пятничная отработала только с точки зрения взятия лимитки на четвертинке, тут только робот мог помочь. Сейчас, кстати, как вариация подключить робота в режиме 1 МТ, либо 2 АТ, и он выставит позиции на четвертинке с таким стопом. Ну и в рамках ручной торговли ждем паттерн между четвертинкой и точкой техслома. Теперь давайте все это дело подгоним, подрисуем. Данные по объему меня интересуют, последнего импульса особенно. Это котировка 37,599. Ага, и вот они все объемы. Ребята, в лучшем случае, если максимум не обновится, это один к одному. Прям в лучшем случае. Тест четвертинки с импульсным уходом выше объемов и вот такая формация. Это самое идеальное соотношение по текущему максимуму и по текущему диапазону выгодных цен. Более приятно будет уйти чуть наверх и дать вот такой откат к объему. И здесь у нас уже будет четвертиночка и уже отсюда где-то поработать. Ну в общем пока лонг, если говорить об этом лонге, то у нас достаточно много недостатков. Это убытки по опционам, по текущей идее, именно по текущей четвертинке. Это объемы не самое лучшее соотношение, плюс понедельник. Поэтому вот эту отрисованную идею, если работать, то это риск 0,1. А если мы уйдем наверх и отсюда же будем пытаться работать в лонг, то это риск 0,25 уже. Потому что не будет такой проблемы в виде не самого лучшего соотношения стопа к тейку. Два варианта. Цели максимум 2 недельных зоны, стоп за минимум паттерна. С точки зрения толпы по Канаде все замечательно. Продолжается активный набор продавцов. Маркетмейкеру выгоден рост данного инструмента. Доллар швейцарский франк. Лимитку можно бросать, хотя опять же максимум вроде бы не обновили. Хотя нужно проверить по биржевым котировкам, возможно и обновили. Но в любом случае минимальным риском можно прямо сейчас уже на ДПОК бросить. Опять же бросаем 3 лимитных позиции. Первый тейк максимум. Второй тейк зона 1. НКЗ золотого цвета. Далее НКЗ серого цвета. Минимальным риском. Не будем уже тут сильно высчитывать. Потому что и удержание недельки проблема. И по опционам проблема, и понедельник, и ликвидность данной пары. Просто минимальными рисками бросаем сейчас лимитку со стопами вот за все эти минимумы. Доллар мексиканец. Разнонаправленность тенденций. Внутри дневная слабенькая. Не работаем. Пока пропускаем, наблюдаем. Нефть. Тоже отмена той торговой идеи, о которой говорилось в пятницу. Связано это с тем, что у нас объемы контракта изменились. И так-то были проблемы. Отсутствующая информация. Плюс объемы последнего импульса. Вон у нас где были. Плюс там в пятницу. То есть серьезные были недостатки. Сейчас еще больше недостатков. Объемы контракта сместились. И если говорить о какой-то покупке, нужно уходить выше. И на коррекционном откате к текущим объемам искать точку входа в лонг. Все остальное нас пока для покупок не интересует. Продавать тоже не имеем права. Снизу удержана зона 1,4. И тенденция среднесрочная у нас лонговая. Для продаж нужно ждать закрепа ниже, чем зона 1,2. Газ пропускаем. Золото. Как я сказал, идеальное место. И если появится паттерн, то есть откат полноценный. Ударились в объемы. Ударились во всю вот эту проторговку. Ударились в зону 1,2. Недостатки. Смотрите. Объемы. Коррекционного предполагаемого роста все еще снизу. Но если пододвигнуть вот эту туда-сюда плашечку. И не учитывать прям вот эту свечку. То уже объемы вот они смещаются. Они уже на самом максимуме практически. То есть это к разговору о том, что шансы на изменение объема очень и очень высокие. Но повторюсь. Пока объемы снизу. Видите? Одну свечку туда-сюда я тыкаю 30 минутку. И как меняются объемы всего вот этого пока еще, повторюсь, коррекционного роста. Поэтому есть все шансы на изменение объемов. И если это произойдет, и на этих объемах мы нарисуем точку входа, то тогда входим в позицию на продажу. Недостатки. Отсутствующая информация. Сама по себе продажа золота. Плюс понедельник. На сегодня опять же риск 0.1. Цель минимум и 2 недельных контрольных зоны. Если завтра нарисуется эта идея. Ну или как минимум там на открытии, на торговле в американскую сессию. Можно чуть побольше риск взять там 0.25. Но на сегодня пока основной риск 0.1 при хорошем паттерне. Серебро тенденцию поменяло. Идеи пятницы здесь на вход в шорт не отработали себя. Потому что вот это падение только сегодня у нас было на пробое этих минимумов. А до этого был уже закреп выше чем зона 1.2. С сегодняшнего дня если что-то делать, то в лонг. И откат в диапазон уже есть. 1.2.3 уже есть. Прямо в режиме онлайн можно бросать лимитную позицию на покупку. Но, во-первых, это паттерн 1.2.3. Во-вторых, не забываем про отсутствующую информацию. В-третьих, видим объемы... Нет, пока убираем. Пока убираем. Нужно дождаться изменения ДПОК. Если ДПОК изменится, от него входим в лонг. Минимальными рисками. Цель максимум 2 недельных зоны. Недостатков пока еще много. Опять же, напоминаю то, что у нас... Смотрите, сколько смен тенденций было без отработок. То есть, по сути, это флэт. Как угодно его здесь выделяете. Вот такой это маржинальный флэт. Постоянно идут смены тенденций без отработки. Без откатов и без отработок полноценных. Поэтому, если и работать, то риски минимальные. Плюс у нас нет информации. Плюс понедельник. Но дождитесь начала изменения ПОК. По медиам. Внутри дневная отработала без отката. Сейчас нарисовался паттерн на продажу. Максимум есть. Минимум. Да, перебит минимум. Пока мы ушли выше ДПОК. Но давайте, для надежности, ждем обновления минимума сегодняшнего дня. На коррекционном откате входим в шорт позицию. Цель. Минимум от 9 октября. И 2 недельных контрольных зоны. Риски, опять же, на продажу. При удержанной недельной контрольной зоне. В понедельник пока берем минимальные. О покупках начнем думать после ухода из закрепа выше, чем зона 1-2. Индекс S&P. Лонговая тенденция продолжается. Новый диапазон выгодных цен. Работаем на покупку из нового диапазона выгодных цен. Объемы не мешают. В принципе, глобальные крупные объемы у нас ниже. Между четвертинкой и золотой 1-4 при формировании точки входа входим в лонг. Вот так выглядит торговая идея по S&P. Цель максимум 2 недельных зоны. О NASDAQ. Держим ранее открытую позицию, у кого она есть. Опять же, вот чисто технически мы вот этот максимум перебили. Скажу сразу, даже у меня позиция закрылась здесь. Я не двигаю ее вслед за форвардом. Но опять же, эта позиция была очень-очень слабая. С самым-самым маленьким риском. Причем я работал вообще только с одним тейком. Ну, потому что здесь все-таки был текст слом. Официально пока вне рынка. Донжонс. Ну, здесь точка входа не сработала. Максимумы взяты, цели взяты. Если вы смогли здесь зайти, переводите оставшуюся часть позиции без убыток. Смотрим, где у нас сейчас объемы. Вот она, торговля четверга-пятницы. Тут у нас максимальные объемы. Вблизи этих объемов у нас получается зона 1-4. Получается, идея для нас только одна. Работать от 1-4. И выглядит эта торговая идея следующим образом. Сейчас сразу дальнюю цель покажу. Здесь вот они, объемы контракта. И вот эти объемы. Здесь же крупная лимитка. То есть классно выглядит четвертинка. Вот такую формацию. Входим в лонг. Цель максимум 2 недельных контрольных зоны. Недостаток данных по опционам. Плюс понедельник. Здесь 0.25 риск максимально возможный. По идее все. Сейчас вопросики отвечу. Доллар-рубль на откате лонг. По беточку. Ну вот он идет. Ну вот сейчас и паттерн-то есть. Вот с таким стопом. Это ложный пробой плюс 1-2-3. Вот он ложный пробой. Вот он 1-2-3. На откате. Со стопом за минимум вот этот. Можно заходить в лонговую позицию. Цель максимум 2 недельных контрольных зоны. Здесь все. Так. Ссылочки Светлана все скинула. Николай. Вопрос. Пополнять счет нужно еженедельно, чтобы часто. Да не нужно пополнять ради участия в розыгрыше. Ребят. Я же говорю. Это дополнительный бонус. Но опять же. Каждую пятницу. Вот если мы говорим сейчас о пятнице, которая будет. 18 число. В розыгрыше участвуют все те, кто пополнились за неделю. С 11 по утро 18. Да. Но опять же. Давай. До вечера 17 вообще по-честному. С 11 до 17. Следующую неделю те, кто с 18 по 24. Вот здесь будут в розыгрыше участвовать. Следующая с 25 по 31. Вот здесь будут в розыгрыше участвовать. Вот так, Николай. Так. Все. По вопросам больше ничего нет. Понравился обзор. Пальчик вверх. Лайкните. Вам несложно. Нам приятно. Нам полезно. Будем и дальше для вас работать. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова